МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Либо форма, либо джинсы рваные. Очень удобно. Таких, как она, миллионы. Нет, таких, как она, один. У меня такое ощущение, что она ему надоела. Смогла нарядить мужа, значит, точно сможет нарядить и себя. Итак, сегодня мы слушаем дело о противостоянии двух полицейских. Дмитрий Морозов обвиняет свою жену Юлию Морозову. В том, что она далека от фурора. Также в студии присутствует группа поддержки. Друзья наших героев, давайте их поприветствуем. Обвинение, как всегда, представляет несравненная Велина Хромченко, эксперт моды, человек, знающий о моде всё и даже больше. Защиту представляет обворожительная народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет женщине-полицейскому отстоять её права. И я ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев. Дмитрий, пожалуйста, подойдите к мне к этому. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот в чём вы обвиняете вашу супругу? Моя супруга красивая, молодая женщина, но последние пару лет она перестала, в общем-то, за собой следить. И получается хвостик, маечка серенькая, джинсики, а вот хочется чего-то шика небольшого, лоска, чтобы мужчина на неё... Ну, вы понимаете, мужчины должны оглядываться на женщину, чтобы из машины выходило, было видно, что красивая женщина. А зачем вам-то, чтобы на неё мужчины заглядывались? Вы же должны на неё заглядываться, а не мужчины. Я заглядываюсь, я заглядываюсь. Хотелось бы, чтобы Юля сама себя больше ценила. А она себя ценит? Таких, как она, миллионы. Нет, таких, как она, оригинальнее. Нет, она одна, уникальная и удивительная. У меня такое ощущение, что она ему надоела, понимаешь? Да, такое впечатление. Таких, как она, миллионы. Как можно сказать так о собственной жене? Слушай, Саша... То есть, если миллион, мы сейчас её забираем и делаем в конце. Не, не, минуточку, подождите, хочу улучшить. Как ты можешь говорить, ничего не надо, как ты можешь говорить, когда она мать твоего ребёнка? Вот, именно. Юлечка, как вы допускаете такое вот, понимаете, свои власти дома? Он старше меня по званию. А, поэтому вы подчиняетесь? Да. Вы согласны с обвинением супруга-то? Скажите. Нет, я совершенно не согласна с ним, потому что я занимаюсь детьми, я занимаюсь домом, и единственная возможная одежда для этого, удобная, это джинсы и футболки. Я их кормлю, я встречаю школы... А вы футболки кормите? Нет, детей, естественно. Детей и мужа. Итак, вещи в студию. Давайте посмотрим, как вы одеваетесь сейчас. Пожалуйста, Евелина, прокомментируйте этот гардероб полицейского. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, сейчас полиция моды вам устроит разборку. Так, здесь ведь, понимаете, вещь-функция. Наша героиня чётко рассказывает о том, что она делает в жизни в основном, и вещи, которые она здесь демонстрирует полностью с этой функцией совпадают. Они не имеют ни малейшего отношения к исполнению любой другой функции по причине того, что любой другой функции в её жизни нету. Нету театра, нету походов с мужем в художественный музей, нету поездки, например, на корпоративный праздник. Даже на лекцию о моде не во что переодеться. Да, я не рекомендовала бы. АПЛОДИСМЕНТЫ Действительно, но с другой стороны, есть и позитивные характеристики. Посмотрите, на ком ещё могут сидеть белые джинсы, так прекрасно, как на нашей встроенной красавице. Они малюсенькие. Это, скорее, замечательный фактор. Давайте на него обратим внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ А что бы она могла надеть сверху? Вот будь эта рубашка светлее, был бы идеальный вариант. А так тяжеловато слегка. А вот эта вот, например, беленькая блуза не совпадает с джинсами по оттенку. И здесь прокол. Давайте что-нибудь уже, по крайней мере, сформируем. Здесь необходимо сказать, что в нынешнем сезоне двойки джинсовые, действительно, в большой части, и даже если они не совпадают по цвету, но нижний цвет плотнее верхнего, они вполне лояльно будут выглядеть на самом модном мероприятии. Не ошибитесь с обувью. Просто балетки подойдут, просто сникерсы подойдут, обычные слепоны подойдут. Но не те кроссовки, в которых вы занимаетесь в тренажёрном зале. И, конечно, ненарядные туфли на каблуках. Тут будет прокол. Ну вот, слава богу, мы хотя бы один комплект нашли. И, пожалуй, помимо визита к стилистам, подобного рода прививка модной информации нашей героине не повредит для того, чтобы хотя бы что-то сделать со своим гардеробом. Сейчас это исключительно домашняя одежда. И соответствует она только одной функции. Прогулки с детьми, что является частью домашнего хозяйства. Как только в жизни нашей героини появится необходимость, у неё появится другая одежда. И в случае, если мой подопечный действительно хочет, чтобы его жена нарядилась, ему необходимо создать ту питательную среду, в которую женщина, наделённая мозгом, не сможет погрузиться просто в джинсах и просто в майке. Это верно. Спасибо большое, Велина. Присаживайтесь, пожалуйста. Я передаю слово Надежде Бабкине. Требование-то понятно, что два года. Наверное, как раз тот промежуток, когда Юля была вот-вот на сносях и вот-вот становилась мамой. Правда же? Ну вот сам представь себе. Молодой, красивый мужчина. Всё замечательно. Она такая же молодая, красивая женщина. Вот она в таком положении удивительном, нежном, красивом. И вдруг она начинает горцевать. Красится, мазаться, платья какие-то подстрелыши или ещё что-то. Но это вообще не место и не актуально. Потом она родила. Куда ей бежать, в первую очередь? В магазин себя наряжать? Нет. Надо позаботиться о ребёнке. Вспомнить про мужа, который придёт. Голодные, холодные, надо поесть ему и так далее. Смотри, какой Франц стоит, Саш. Пиджак, костюм, галстук, рубашечка. Небось, она собирала? А очки? Извини, пожалуйста. Ну, то есть, всё понятно. Она абсолютно простенько представлена. Простенько, по-домашнему. Потому что... Скорее, как няня детей. Совершенно верно. Её не критиковать сейчас надо. Её надо поддержать. И помочь. И помочь. И в первую очередь, эта помощь и поддержка должна исходить от тебя. Потому что ты близкий ей человек. Это ваши взаимоотношения. Муж. Глава семьи. Да, она тебя, а ты её. У вас какая-то своя гармония, которая не всегда вынесешь на людей. А ты стоишь её критикуешь публично. А двое детей дома. Я считаю, это несправедливо. Спасибо, Надежда. Спасибо и вам, Дмитрий. Присаживайтесь. А я вызываю Юлию к микрофону. Наше обвиняемое. Юлечка, вы сейчас в декретном отпуске. И, видимо, очень поизносились. У вас сплошные дыры на джинсах. Муж не выделяет денег. Правильно? Вам очень тяжело. Джинсы я действительно купила, потому что они удобные. Ну и модно сейчас вот это вот, правда ли, и жарко. Да, совершенно верно. Вентиляция в самый раз. Да. Вентиляция. Дострой. Скажите, а что вас привело в полицию? Расскажите нам. Это, видимо, история из детства. Мой папа когда-то служил в полиции. Я пошла по его стопам. То есть это семейное дело у вас? И я майор полиции. Я работала, занималась социальной работой с семьями погибших сотрудников, с инвалидами, следственной военной травмы. Потом выслужилась до майора. Ушла в другое подразделение. И вот сейчас в декретном отпуске. Ну что ж, браво, это государева служба. Я знаю, что все больше и больше женщин поступают в полицию. Я их часто вижу в разных подразделениях, особенно когда вылетаю из Шереметьево куда-нибудь за рубеж. Всегда там на паспортном контроле обязательно подразделение женщин-полицейских. Браво, спасибо вам за это. Я передаю слово Надежде Бабкиной. Ну да, потом надо сказать, что красивая, стройная фигура на месте, двое детей, все замечательно. Вот на мой взгляд, вообще нет никаких огрехов. Так что муженек зря придирается. Переодеться он... Абсолютно. Ну дыра-то понятно, это я же говорю, для вентиляции. В конце концов, ей тоже жарко, она же человек, да еще и занимается детьми, это все понятно. Значит, работа работалась, все замечательно, и на этой работе нашла себе мужа. Так? Да, совершенно верно. Здорово. Я его даже не совсем искала, потому что я там работала, а его туда назначили начальником. А-а-а. Да, он вернулся из служебной командировки с долгой, в звании подполковника, и стал начальником отдела. Там у нас случился служебный роман, о котором мы молчали два года, потому что... Подполковник долго не пишет СМС, понимаю. Нет-нет, а что, запрещено, да? Да. А-а-а. Да. Служебные романы запрещены, браки между сотрудниками в подчинении находящимися тоже запрещены, поэтому наш роман был тайным. Потом, через два года, Дима сделал мне предложение, но мы, опять же, не поженились, потому что я не могла расстаться со своей любимой работой. И как же вы посчитали? А как же так случилось? Ну так, мы еще два года, мы уже жили вместе. Ну неужели вот это тайное не стало явью? У тебя подружки, у него друзья, ну наверняка где-нибудь шепнули кому-нибудь. Ну, возможно, это и было явным, но никто не придавал этому значения, никто это на суд не выносил. А, как это здорово. Ну это, хорошо, а как, моя полиция меня бережет. Ну бережет, Саша. Юля, а как дело разрешилось? Скажи, пожалуйста. Дело в том, что Дима всегда мечтал о сыне, и на самом деле, просто вот, он уже заставил меня уйти с этой работы. Я ушла в другое подразделение, да, и мы поженились. Мы поехали в Питер, в мой любимый город, у нас была очень красивая свадьба, у меня было красивое кружевное платье, короткое, белое, и там мы поженились. Дим, ты сразу ее заприметил, или она тебя профессиональными качествами зацепила, как? Да нет, сначала как-то не отразил, потому что вот их много было сразу на планерке на первой. А потом, смотрю, красивая молодая девушка, ноги длинные, талия осиная, подкрашена глазки, так одевалась немножко с небрежкой. И 32 зуба, улыбка постоянно, и все. А они не в форме ходят на работу? В форме, в форме, Саша. А в форме? В форме? Но небрежно, да, форма? Нет, 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 там... Гражданская небрежность. А, гражданская была. Нет, нет, форма, она всегда... А форма очень аккуратная. Да, форма аккуратная, дисциплинирует, а гражданская небрежность, то есть, понимаешь, Саша... Ну да, что-то юбочка расстегнутая, блузочка, да-да-да-да-да. Ну, где-то там одна пуговка. Нет, вот заметили, девочки, вот слушайте внимательно, вот, допустим, кто-то познакомился с полицейским, и, ой, не надо, это там все такая строгость и так далее. Нет, они все секут, понимаете? И макияж секут, видите, подкрашенность, говорит, легкая была. Фигурка талии, и ноги длинные от ушей. Все, все замечают, понимаете? Поэтому форма формой, а красота красотой. Это абсолютно точка. Ну и что? Вы поженились, и у вас началась жизнь... Семейная. Семейная жизнь? Да. И что? Вот вы друг друга не ревнуете? Ну, ты с детьми сидишь дома, он на работу. У тебя ревности никакой? Он только что сказал, там столько девок красивых. Ужасно ревную. Что, правда, что ли? Да. А Дима? Мне так это злит. Ну, она меня через день, конечно, пилит. Вот, ревнует. Ну, я где-то работаю, ушел с утра, вечером пришел, она дома в четырех стенах. Раньше вместе были, контролировала, могла как-то вместе быть. Сейчас вот нет человека и нет. Где он? А я вот, наверное, не ревную. А хотелось бы. Ну, просто вот, ну, ревновать... Ну, я прекрасно понимаю, мать в удобной одежде. Ну, что ревновать мне пока ее? А вы знаете, водопроводчики порой приходят ремонтировать к ней кран. Совершенно верно. А вот этот был случай, еще когда интернет проводили в подъезде. О, да-да-да. Вы бы видели этого Володю. Да ладно Володя, он же не один пришел. А там и Вася был, и Коля. Эти были двое тоже. Дима, вот это вот такой посыл, я бы хотел, но не ревную. Это очень опасный посыл. Сейчас мы ее переоденем. Понимаешь? И такой начнется. И поверь мне, уже говорить ничего не надо. Вот тебе хотелка, и она придет прямо. Поборемся, поборемся. Спасибо большое, Надежда. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Секреты макияжа» мы расскажем, как создать эффект модных скул. Не пропустите, будет интересно. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышим дело о противостоянии двух полицейских. Итак, Юлия, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко. Юля, в материалах дела указано, что вы родились и выросли в деревне. И что настоящая причина простоты вашего внешнего вида кроется в ваших детских привычках. Вовсе не в том, что раньше вы наряжались, а теперь перестали наряжаться с рождением сына. Вы всегда так одевались. И в свое время понравились своему мужу именно в таком виде. Это так? Да, то, что я родилась и выросла в деревне, это правда. В обычной крестьянской семье. Моя мама была очень красивой женщиной. Всегда одевалась просто, по-рабочему. И папа ее всегда любил именно вот за такую природную красоту. Это у вас семейная явно, потому что вы тоже очень красивая женщина. Нет, мама гораздо красивее меня, я не похожа на нее. А я сама вообще до 18 лет тоже не красилась, пока в институт не поступила. Только в институте я начала экспериментировать. Но так как это была школа в милиции, я экспериментировала только с волосами. Они у меня были рыжие, красные, вишневые. Краситься нам не разрешали на первом курсе, поэтому я не красилась. То есть фактически у вас не было никаких экспериментов в области костюма, не было никаких протестных элементов в одежде, и поэтому ваши рваные джинсы – это фактически самое смелое из всего того, что вы себе в жизни позволяли. Да, это получается либо форма, либо джинсы рваные. Очень удобно. В материалах дела говорится, что когда вы познакомились с Дмитрием, вам пришлось поработать над его внешним видом. Это вы его переодевали? Да, совершенно верно. Потому что он всегда работал в милиции, всегда носил форму, и одеваться он вообще не умел. И когда мы с ним познакомились, у него была жуткая красная куртка, которую я спустя два года выкинула. Как только смогла его водить по магазинам и одевать, как и положено выглядеть приличным мужчине. Ну, в общем, вы преуспели. Действительно, ваш муж выглядит весьма респектабельно, он собран, он знает, что ему необходимо выбрать для того, чтобы явиться на передачу с серьезным обвинением. Но разве вам не обидно слушать вот эти вот высказывания в свой адрес, которые, на мой взгляд, несправедливы? Вы молодая красавица, у вас прекрасная фигура, великолепное лицо. Я бы даже сказала модельная внешность. Эти широкие скулы – это мечта любого визажиста, и вы бы прекрасно смотрелись на подиуме и с вашим ростом, и с вашими длинными ногами. Вам-то вот самой не обидно, что муж так несправедлив по отношению к вашей красоте и совершенно вас не ревнует? Как такое возможно? Такую красавицу не ревновать? Спасибо, конечно, за комплимент. Но дело в том, что мне действительно, наверное, хотелось бы измениться и соответствовать ему, потому что вот он у меня такой видный, а я не знаю, как мне нужно одеться, чтобы быть ему равным. Мне вот кажется, что здесь наши героини лукавят. Ведь вид ее мужа – это ее рук дело. Смогла нарядить мужа, значит, точно сможет нарядить и себя. Но я думаю, что наша героиня – человек очень врачительный. И в материалах дела сказано, что муж, когда предлагает ей взять денег и пойти купить себе одежду, она неизменно отказывается. Она как-то побаивается нарядных платьев, ей они кажутся ненужными, лишними расходами. А вот для ее мужа – наоборот. Это та данность, без которой он не видит свою семью счастливой и красивой. Видимо, придется изживать этот комплекс. Представляете себе, тратить деньги на себя. Удивительно. Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. На что только не идут многие звезды и обычные женщины, чтобы сделать модный акцент на скулах. Похудение, фитнес для лица и даже пластическая хирургия. И все ради модных высоких скул. Вы не поверите, но этого можно достичь с помощью правильного макияжа. А как, расскажет нам визажист Гуар Аветисян. Здравствуйте, Гуар. Рады вас видеть. Здравствуйте. Я знаю, что вы покорили просторы интернета именно умением делать высокие скулы. Почему такое внимание уделяется именно зоне скул на лице? Потому что именно скулы являются самым главным и самым важным аспектом на лице. Именно красивые скулы показывают красоту женщины и девушки. Чем надо пользоваться, чтобы вот как раз скулы подчеркнуть? Скулы можно подчеркивать в домашних условиях. Есть несколько способов. Одним из самых легких способов и популярных является сухая коррекция лица. Для сухой коррекции лица нужно использовать сухие румяна, а также пудры на несколько оттенков темнее кожи. То есть женщины могут скульптурировать свое лицо дома, и это выполняется очень легко. Сейчас какой овал лица вот мы видим перед собой? Как бы вы его назвали? У нас классическое идеальное лицо, овальная форма лица. Идеальная овальная форма лица. Для того, чтобы скульптурировать лицо, мы должны определить зоны нанесения румян или корректора. Достаточно просто посмотреть в зеркало и втянуть щечки. Втяните щечки. Прелесть. Видим образовавшуюся складочку. Наносим румяна по направлению от кончиков уха по кончику губ. Наносим по этой зоне. Именно румяна или пудру? Это могут быть скульптурирующие румяна, а также пудры на несколько оттенков темнее кожи. Очень интересно. Также они называются сухие скульпторы. Нужно очень грамотно, очень правильно подобрать оттенок. Оттенок должен быть коричневый, сероватый оттенок. То есть это скорее оттенок загара, можно так сказать? Да. А какой тип кисточки вы используете для этого? Я использую натуральную кисть, скошенную, которую будет очень легко наносить. Давайте посмотрим, что мы делаем. Мы наносим румяна строго по этому направлению и растушевываем вверх. Растушевывать вниз нельзя, иначе скулы просто пропадут. Я понимаю. Только наверх? Совершенно верно. Замечательное движение. На что еще надо обратить внимание? Что важно при коррекции? Также существуют зоны высветления, которые тоже нельзя забывать. Зона высветления чаще всего Т-образная зона, зона под глазками, под скулами. Она идет для высветления нужных зон, освежает лицо, а также усиливает коррекцию. То есть мы играем с тенью. Какие продукты вы будете использовать для того, чтобы оттенить то, что вы задумали? Мы сейчас с вами работаем в сухой коррекции, поэтому мы используем пудру светлого оттенка, светлее, чем кожа. Понимаю. Которую мы будем высветлять необходимые зоны. Наносим под скулами. Это усиливает. Надо ли тут так же втягивать или уже не надо? Уже все видно. Уже все видно, потому что вы вверх прорисовали. Совершенно верно. Я понял, что вы делали. То есть вы сделали, грубо говоря, на щеках две зоны. Одна более темная, которая нам рисует эту скулу, а вот другая, сейчас, наверное, оператор нам это покажет, более светлую, вот сейчас это заметно, которая как раз и делает вот эту скульптурную линию. Ну и, конечно, как вы сказали, надо это так же нанести под глазами. Да, придает свежесть. Хорошо, надо растушевать. Совершенно верно. И, как вы сказали, на лбу. В каком месте вы это делаете? Это центральная точка лба. Единственный, очень важный момент, не подниматься слишком высоко. Если мы имеем достаточно большой лоб, то светлые оттенки, высокий лоб, то светлые оттенки могут еще сильнее его увеличить. Потом центральная часть лба. Да. Девушкам с маленьким лбом стоит наносить светлые оттенки вытягивающим движением, чтобы его увеличить. Понятно. А что с носом? Высветляем только центр носика, а крылышки затемняем. Понятно. То есть мы делаем его, может быть, несколько прямее таким образом, да? И меньше. Меньше и прямее. Ну, я думаю, что здесь очень хорошо удалось. И я думаю, что это, конечно, многих может не только омладеть, но и стройнить. Обратите внимание, конечно, наша модель очень стройная женщина с классическим лицом. Но все-таки эффект заметен. Спасибо вам, Гуара. Надо ли добавить румяна или нет? Да, конечно. Не стоит забывать о том, что коррекцию лица, скульптурирование мы сделали, но освежить лицо также строго обязательно. Поэтому мы используем румяна оттенка фреш и пушистую кисть для этого. Для того, чтобы нанести румяна правильно, необходимо улыбнуться. Улыбнитесь, пожалуйста. И наносим румяна на улыбочку. Очень красиво. Но вы сменили кисть, я вот заметил. Совершенно верно. Почему вы это сделали? Объясните всем. Для того, чтобы растушевали равномерно, плавно используем натуральную пушистую кисть, не скошенную. Для плавных... То есть все-таки для этого макияжа надо как минимум две кисти? Совершенно верно. Очень интересно. Для скульптурирования лица и получения более яркого результата часто используется кремовая коррекция. Для нее можно использовать либо тональные крема темных оттенков, темного и светлого, либо также плотные корректоры и консилеры. Наверное, все-таки для дневного макияжа больше подойдет, наверное, пудра. А вот, может быть, для фотосессии или для вечера подойдет больше вот такая текстура. Совершенно верно. Кремовая коррекция используется только для фото- и видеосъемок и более яркого результата. Для дневной носки она не советуется и не рекомендуется. Мы также используем корректоры, наносим их после тонального крема, на зону затемнения, высветления, как я показывала ранее. Хорошенько растушевываем. Для растушевки используем обычный спонж. Но мой совет девушкам и женщинам для себя, для ежедневной использования лучше использовать пудру или румяна. Это замечательно. Ну, вот я хочу сказать, действительно, вот все то, что вы сделали сейчас, не только омолодило нашу модель, но сделало ее лицо более выразительным, скульптурным, свежим. Все это, конечно, очень верно. Ну что ж, спасибо большое за интересные секреты макияжа. И я напомню, что сегодня у нас в гостях была визажист Гуар Аветисян. Аплодисменты, Гуар. Выбор Юлии и мужа Дмитрия увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда здоровы. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о противостоянии двух полицейских. Итак, Юлия вместе с мужем Дмитрием сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что они выбрали. Итак, я приглашаю Юлию на главный подиум страны. Юлечка, вы довольны этим платьем цвета «Перванж»? Почти. А что вам не нравится? Я думаю, куда я в нем пойду. Ну, как куда? Куда вас муж пригласит? Например, в гости, или, может быть, в театр, или, может быть, в галерею, или, может быть, на выставку. Вы же собирались еще и на лекцию моды, кажется. Да. Ну вот, вот у вас теперь есть наряд. Давайте выслушаем нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях актриса Елена Валюшкина. Здравствуйте, Леночка. Спасибо, что пришли. Что скажете? Вы знаете, мне очень нравится само платье, сам фасон. Мне безумно не нравятся вот эти огурцы и перья, или что-то вот это такое летящее. А почему вам не нравится? А мне кажется, очень отвлекает вот этот орнамент от необыкновенно свежего, какого-то просто потрясающего лица. Вот я хочу ей дать совет, а скажите мне, согласны ли вы? Наша сегодняшняя героиня держит руки кулачками. Дама не должна так делать. Может, у нее разряд? То есть, нет, возможно, по вашей форме, вот когда вы работаете в полиции, может быть, вам воспринято, по швам тоже не надо, кулачками тоже не надо. Это должно быть свободное падение. Но всегда помните о том, что на руки мы обращаем большое внимание. И если они кулачками, то вроде бы у вас что-то есть такое на душе, а если они по швам, то вроде бы как будто какая-то деревянная кукла. Продолжайте, пожалуйста. А я хочу дать совет. Это актерский совет. Если вы не знаете, куда деть руки, и они вам кажутся не очень красивыми, и вы не знаете, что с ними делать, возьмите в руки что-нибудь изящненькое. Очки или платок. Сумочку. Да, сумочку. И небрежно этим играйте. Вот, пожалуйста. Да, возьмите что-нибудь изящное. Коробочку с бриллиантовым количеством. Да, да, да. Правильно? Дорогие часики. Саша, а что вы говорите? Ну дайте хотя бы крему, чтобы руки кремом помазать, и ты занят вроде бы, понимаете? Спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. Дорогая, вы очаровательное создание. Переодевайтесь, пожалуйста. Выслушаем сейчас защитницу народной артистки России Надежду Бабкиной. Не зря же в народе говорят, что лицо мужчины – это его женщина. Дима так видит. Он как раз и хотел, чтобы были вот эти огурцы. Мне кажется, они даже кожаные, из серебряной кожи. Да. Наоборот, подчеркивает, посмотрите. И поэтому, когда идет такая очаровательная, красивая молодая женщина, волей-неволей глаз падает на нее, на платье. Можно сказать, богатая. Да, скажет, какая она. Обеспеченная. Крутая, крутая пошла. Крутая, молодая. Крутая. Поэтому, Дим, тенденция правильная. Платье мне нравится. Ей-то идиот. Ну и она, собственно, не возражает. Она согласна. Только что раньше-то это не сделал? Потом замуж вышла, это не значит, надо расслабляться. Наоборот, надо еще более активнее собираться. Потому что появляется ребенок, муж уже адаптировался, привык. А не надо этого делать. Надо, чтобы все время он был, знаете, так… В тонусе. В тонусе был осторожным, не дай бог, четче бучишь. Надо следить за собой, делать какие-то намеки. И во всяком случае, а то так успокоился, родила и сидит. Все, двоих. Штаны рваные, все замечательно. Джинсы рванные, больше ничего не надо. Надо побольше платьев. Он сам намекнул. Так что отказываться-то? Побольше. Спасибо большое. Евелина, ваша оценка. Будьте любезны. Вот меня сейчас начальник отдела кадров потряс. Вот так вот первый раз пошел в магазин купить жене платье. Набрел на знаменитый дизайнерский бренд. Купил хит сезона, который полностью его жене подошел по размеру. Какой-то тайный модник, понимаете, в семье. Сидит и молчит о своих талантах. Между прочим, все наши стилисты изумлены вашим выбором и аплодируют вам. Вы действительно сделали очень хорошую покупку. Я предполагаю, что все, что необходимо, дабы решить конфликт в вашем семействе. Это просто ваши регулярные походы в ведущие модные бутики. Регулярные покупки подарков вашей жене в красивых коробочках с бантиками. И мир да любовь. Спасибо большое. Ну а сейчас второй выход нашей героини. Просим. Юлия, это ваш личный выбор, правда? Да. Это универсальный вариант. Ну, очень симпатичный костюмчик. Да. Для дома и для лета, и в тренде. Для прогулок, для магазинов, для больниц. Да, и цвет замечательный. Для больницы особенно. Для больницы очень хорошо. На прививку. На прививку. Ну что ж, давайте спросим нашего независимого эксперта. Мне очень нравится. Вам безумно идет. И я бы, может быть, вы знаете, вот всю эту историю повторила, но несколько в другом материале каком-то. В более легком и в более воздушном. Хотя и это вам очень идет. Вот абсолютно точно и верно. И вам все можно и открывать, и ничего не надо закрывать. А если закрывать, то видно, что закрыто что-то такое очень хорошее, красивое. Ну, в общем, молодец. Молодец. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Переодевайтесь, Юлия. Слово Надежды Бабкиной. На самом деле это модно, летнее, по-летнему. Все хорошо. Фигурка у нее замечательная. Только она больно не расслабилась-то. Она какая-то вся в напряженности. Понимаете, то есть, чего-то не хватает. А не хватает следующего. Вот она четко подметила. На прогулку хорошо, в больничку, в магазин сходить и так далее. А как же с мужем под руку пройтись? Спасибо большое, Надежда. Слово Евелине Хромченко. Симпатичные комбинезончики, они тоже имеют разные функции. В таком можно и с подружками кофе попить и навестить родственников, и сходить за малиной на рынок, и с ребенком погулять. Другие функции описала наша героиня, но это никак не зажигает мужское сердце. Вся одежда женская, она делится на разные случаи. Случай для подруг, случай для себя, хорошо, этот костюм подходит. Но случай для мужчины, этот костюм не работает. Как правило, то, что удобно и комфортно для женщины, в том виде, в котором удобно и комфортно видит наша героиня, то совершенно никак не производит впечатление на мужчину. Для того, чтобы этот костюм начал работать на мужчину, над ним надо очень много работать. А стоит ли тратить такое огромное количество времени? Может быть, просто купить платье? Спасибо большое, Велина. Посмотрим на третий выход «Компромисс». Юлия. Юлия, ну тоже очень неплохо. Во-первых, потому что это женственно. Во-вторых, потому что здесь хорошая длина, хороший цвет, гофре, все это очень, очень симпатично. Спасибо. Что скажет Елена Валюшкина. А я скажу, что и это мне очень нравится. Безумно, безумно нравится, да. Вы знаете, то, что вы сюда попали, это, конечно, такая история волшебная. И вы такая лампочка, которая сейчас лежит просто где-то на полке в магазине, которую здесь сегодня вкрутят в нужное место, и она просто загорится и засверкает, и засияет. Спасибо большое. Выслушаем сейчас Надежду Бабску. Насчет включения абсолютно согласна, что вот не хватает того момента. Я не знаю, у меня такое ощущение, что Дима, может быть, он вслух и ничего не скажет такого, но это все равно, у него там розжига никакого нет, у него там ничего не загорается никак. Хорошо, ты занята детьми, но в одежде-то можно, он же платье тебе такое красивое преподнес, вот эти огурцы, они кожей вышиты, и яркие, металлические, там такой намек остренький есть, понимаешь? Поэтому не надо мужу ревновать, не надо дурью заниматься, а нужно обратить внимание на себя, просто на себя. Лично полюбить себя, зауважать себя, ничего ему про это не говорить, именно одеждой подчеркнуть. Ой, он как будто он расцветет, честное слово. Спасибо большое, Надежда. Слово Евгений Хромшенко. К бабкиной не ходи, сразу ясно, что выбирал муж, что выбирала жена. Муж выбирал юбочку, а жена распашонку. Если бы у вас были какие-то тонны лишнего веса, имело бы смысл как-то декорировать верх. Но ваше соединение юбки и блузки легко может быть зафиксировано на талии. Вы такая стройная, и, между прочим, много над этим работаете, регулярно ходите в бассейн, что должны подчеркивать эти результаты. Поэтому даже если, например, вы решили пододеть под эту юбку, а она репрезентативная, простую белую майку, но лучше все-таки из шелкового джерси, чем из этого беленного льна, то ее легко можно заправлять в юбку, демонстрируя свою тонкую талию. Но лучше, в случае, если вы будете комплектовать с этой юбкой несколько нетривиальный вариант. Сейчас очень актуальна голубая рубашка, прямая, от проймы, с длинными рукавами, которые можно закатать на нужную вам высоту, заправленная в такую юбку, застегнутая по самую высокую пуговку, будет самым большим писком сезона, который можно носить совсем чем угодно, включая эту юбку. Такого рода рубашка, она может чуть-чуть снивелировать взрослость этой юбки, поскольку любая юбка, которая вот таким вот образом выглядит, телесная, во-первых, а во-вторых, гофре, она все-таки немножко возраст придает. Хотя она очень элегантна, очень остра, правильной длины, великолепного цвета, с ней прекрасно совпадают туфли. Вы знаете, в вашем муже открылся просто какой-то закамуфлированный стилист. Пользуйтесь этим беззастенчиво. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить Юлию в волшебную комнату к стилистам Первого канала. Уступайте туда, дорогая. Меняйтесь. Ну что ж, изменения Юлии увидим скоро. Будьте всегда с нами, не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ В этой программе «Модный приговор» на Первом канале мы слушаем дело о противостоянии двух полицей. Либо форма, либо джинсы рваные. Очень удобно. Таких, как она, миллионы. Нет таких, как она, Оригинальнее. У меня такое ощущение, что она, она ему надоела. Смогла нарядить мужа, значит, точно сможет нарядить и себя. Итак, наша героиня Юлия в волшебной комнате стилистов. Волнуется за кулисами, не видя себя в зеркале. А мы ее поддержим аплодисментами. Юлия, выходите на противо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Юлечка, как вы преобразились, что скажете? Супер, это очень красиво и необычно, я не ожидала, честно говоря, я не думала, что я такая красивая. Нет, Саша, вы посмотрите на Дмитрия, ее давление поднялось. Вам слово. Честно говоря, я, конечно, готовился к тому, что там смена имиджа будет, но как-то я не ожидал, что вот так и так гармонично. И, наверное, вот все-таки реализовалась вот ее тайная мечта осветлить вот волосы, вот об этом разговор шел очень долго. И вдруг вот, вот, пожалуйста... У меня было к этому не готово, видимо, я несколько раз переносила покраску, я несколько раз записывалась. Для этого надо было приехать на эту программу и все. Ну, видимо, да. Вы довольны? Я, да, очень. Он сейчас говорит, давайте выслушаем вашего кума и куму. Павел и Наталья тоже полицейские. Юленька, это просто шикарно. Теперь у нашего сына самая красивая, самая стильная и самая элегантная женщина с лоском. Крестная и просто супер. Ты мой хороший. Не плачь. Я не плачу. Жена, конечно, рядом, и она плачет. Я плакать не буду, но ты великолепна. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, кумы-куба. Оставьте эти прекрасные ландыши на столе. Ступайте переодеваться. Спасибо. Надежда. Да. Как вам нравится перемена? Роскошно. Мне очень нравится. И главное, ничего не надо говорить. То, что она красавица, все видят и так. И видели. То, что у нее роскошная фигура, это абсолютно. Ну, все в совершенстве. То, что она мама детей и при этом имеет такую форму. Да, все замечательно. Главное, какая ситуация. Я смотрела, следила за Дмитрием. И это самое большое высказывание. У Дмитрия медленно поднималась краска сюда-сюда. Наконец-то он весь вспыхнул. Я говорю, все, давление поднялось до предела. Дмитрий получил удовольствие. Не говоря ни слова, он все понял, что это круто. А теперь можно говорить все, что угодно. Потому что после драки чего уж размахивать кулаками. Здорово ей все это идет. Спасибо большое. Эвелина, ваша оценка. Послушайте, перед нами красивая женщина. Она и серой курочкой дома в углу в джинсиках, в рванных. И здесь королевой на подиуме одинаково прекрасно выглядят. Хотя, конечно, тема презентации, тема того, каким образом оформлена эта красота, тема ухоженности, она всегда незаменима, если ты очень хочешь, чтобы у твоего мужчины поднялось давление. Иногда и от счастья случается. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас второй выход майора Морозовой. Юльчка. Как неожиданно приятно. Да, замечательно. Я подумала, что у меня двое детей, и дочке уже девять с половиной лет. И вот когда она, наверное, увидит такую маму, она сама будет такой замечательной, красивой девочкой, будет стремиться, вот у нее будет правильный идеал. Да. Наверное, так и будет. Давайте спросим Сергея, друга семьи. Юля, мы тебя привыкли видеть другой, конечно, но стилисты смогли подчеркнуть твою индивидуальность, и этот образ нам очень нравится. Браво. Подруга Наталья. Юлька, ты всегда была солнышком для Морозова, сама Морозова. Ты прям боярень у Морозова. Ты настолько хороша. И твое солнечное настроение, ты даришь всем его всегда, а сейчас просто сверкаешь. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Выглядите очень современно. Фигура у вас отличная. Никого не бойтесь, переодевайтесь за кулесами. Спасибо. Надежда, вам слово. У моей подзащитной сейчас появилась какая-то особенная женственность. Особенная, которую нужно холить и лелеять. И как вазу хрустальную беречь. Спасибо большое. Ювелита, вас оцените. В борьбе двух комбинезонов, первого и второго, второй одерживает оглушительную победу. Чего не скажешь об этой обуви. Наша героиня женщина высокая, изящная, тонкая. Ей совершенно не нужны эти лишние сантиметры, которые, возможно, понадобились более статуарной даме. В ее случае, конечно, требуется открытая обувь на тоненьком каблуке с очень такими легкими перехлестными ремнями. Возможно, это могут быть очень открытые ботильоны, возможно, босоножки, возможно, греческие сандалии. Потому что Рос позволяет в данном случае плоскую подошву. Но совершенно точно не эти тяжелые туфли на платформе открытые. Потому что даже тот факт, что они открытые, не спасает ситуацию. Спасибо большое, Евелина. Третий выход Юлии Морозовой. Редактор субтитров А.Семкин Какой замечательный, летящий летний образ. Вы довольны? Слово «довольно» здесь не подходит. Я безмерно счастлива. Вы сделали меня сегодня действительно счастливой. Спасибо большое. Скажите, а почему вы вашему мужу, полковнику, показали походе язык по-хулигански? А теперь я думаю, что я буду делать это чаще. Правильно. А то все он, да он. Костюм, галстук, рубашечка. А теперь посмотрите. Вот так вот. По-моему, он переживает. Что скажете, господин полковник? Беляш, ну, я тебя и в джинсах любил, и в майке любил. И без майки любил. И без майки. Но на самом деле, понимаешь, вот этот образ, вот это твой образ. Наверное, вот этот эксперимент, он должен был состояться. Это свежесть, вот эта легкость, это грация. Ну, тебе очень все идет. А тебе спасибо, что ты привел. Ну, вы видите, какой успех. Такая у вас сильная семья. Я вас поздравляю от души. Дорогая, выслушаем сейчас модный приговор от народной артистки России. Надежды Георгиевны Бабкиной. Спасибо, Саша. Прям так официально. Чтобы не перепутали, чтобы не называли вас Надежда Константиновна. Называют. В том-то все идет. Я все время ассоциируюсь. Надежда Константиновна, идите вот сюда. Можете вот так проделить? Надежда Георгиевна, вообще-то, крупская уже. Ее давным-давно нет, а я Бабкина. Я еще есть. Юля, я помню, как ты говорила. Помнишь, я говорила, что у тебя был самый счастливый день. Это день свадьбы. Ты там была звездой. Вот мне так кажется, что у вас с Димой сегодня тоже очень знаковый и важный день. Вы должны его записать и обвести кружочком в своем календаре. Это для вас тоже очень счастливый день, особенно для тебя. Ты сегодня по-настоящему звезда. В тебе есть столько чуткости, теплоты, столько женственности. Я искренне желаю хорошего, качественного окружения, как вот у тебя сейчас друзья, которые пришли тебя поддержать. Разделить с тобой эту радость. Роскошный муж, который волновался и очень хотел, чтобы ты изменилась. Не в том плане, как человек, а преобразилась. Преображение состоялось. Сегодня твоя сказка стала былью. Будь счастлива и желаю вам долгой, счастливой, радостной, успешной семейной жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Надежда. Выслушаем сейчас модный приговор от эксперта моды Евелины Хромченко. Вот именно те босоножки, о которых я говорила в вашем прошлом выходе, появились в третьем выходе. Я счастлива и довольна. Их замечательным образом можно носить и с предыдущим комбинезоном. Я хотела бы зачитать материалы дела. Дима, кавычки открываются. Не ревновал и раньше, а теперь вообще куда наденется, кавычки закрываются. Дима, есть убеждение, что браки распадаются в первый год после рождения ребенка, потому что женщине перестает быть кто-то нужен в принципе, и она перестает за собой ухаживать, кавычки закрываются. Я прекрасно понимаю, что у нашей героини сейчас на душе праздник, потому что любой женщине приятная и сладка – это очаровательная месть. И главное, любая женщина может ее себе позволить. Красивое платье, высокий каблук, прекрасная прическа, которая достигается руками профессионала. Это то, что однажды может и должна позволить себе каждая женщина. В том числе и для того, чтобы элегантно дать в нос любимым. Браво. Спасибо большое, Эвелина. А мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Гостям студии голосуйте дворецкие, приведите вещи на подиум, а вы, милая, подойдите ко мне в центр. Позвольте вас поздравить и задать вам важный вопрос. Что вам больше приглянулось? То, что ваш супруг – полковник, и вы подбирали в магазине вещи справа, либо выбор стилистов вещи слева. По-моему, вот это гораздо лучше. Это хорошо. Это очень хорошо, поэтому давайте выбираем это. Это удобно, это комфортно. Но вот это я ставлю себе. Сейчас все внимание на экран. 10% в пользу Юлии и Дмитрия, и 90% в пользу стилистов. Эти наряды вам в дар от модного приговора. Сегодняшнее заседание закрыто. С вами прощаемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова